здравствуйте мои дорогие зрительницы подписчицы канала меня зовут елена ермина вот совсем уже скоро пора идти в школу и мы родителям которых есть дети собираем детей и готовим их школе помимо того чтобы необходимо прикупить школьную одежду и канцтовары я решила связать сама из остатков пряжи которыми есть в наличии жакет для школы жакет я буду вязать для своей дочурки рост примерно 146 152 сантиметра и хочу организовать бесплатный подробный обучающий мастер-класс по вязанию жакетом который будет вязаться регланом сверху вниз крючком и сейчас я хочу вам продемонстрировать мастер-класс по вязанию красивого ажурного узора который подойдет прекрасно для вязания жакетов кардиганов жилетов палантинов он универсальный и мне нужно посмотреть каким образом он будет смотреться если его связать из пряжи бриллиант от торговой марки vita школьная форма синего цвета темно-синего и вот у меня в остаточках осталось пряжа несколько моточков цвет пряжи 49 82 вязать крючком я буду номер два с половиной от клавер софт-тач и сегодня мы разберем с вами вот эту схему в принципе за не узором каждого ряда схема прекрасного качества есть хочу с вами ею поделиться размещу в конце видео и вы можете сделав скриншот с экрана распечатать и вязать по моему видео уроку всегда перед тем как приступить вязанию абсолютно любой вещи необходимо связать образец пробный образец чтобы посмотреть подходит пряжа либо не подходит для вязания конкретного узора который мы с вами выбрали и сейчас я хочу убедиться подойдет это пряжа для этого узора или нет я еще узор не вязала будем вязать вместе с вами сразу же давайте расскажу пряжа составу пряжи 45 процентов шерсть ластер 55 процентов акрил 100 граммах 380 метров здесь на этикетке вы можете посмотреть все характеристики пряжа пряжа для ручного вязания машинного вязания такой вот замечательный состав должна быть теплая и это пряжа толщина нити идеально для вязания крючком еще мне нравится вязать из пряжи кроссбалет бразилии от торговой марки пикорка тоже очень теплая пряжа и прекрасно она вяжется крючком сейчас мы будем с вами вязать узор разберем принцип вязания значит для начала я набираю цепочку из 43 воздушных петелек раппорт узора он здесь обозначен скобочкой фигурной состоит из 14 петель это эти петельки основа одного раппорта будем вязать с вами здесь первый раппорт узора указан 2 и по бокам и здесь остается такого раппорта мы их не пока не будем брать в расчету свяжем 2 раппорта высота раппорта тоже у меня здесь обозначена стрелочками 12 рядов довольно таки узор не то что сказать сложный но все таки придется руководствоваться схемой и моим видео уроком для того чтобы его связать вязать жакет я еще раз повторюсь что буду вязать регланом сверху вниз и покажу вам принцип вязания реглана для этого узора узор будет смотреться на мой взгляд неплохо сейчас мы с вами в этом убедимся подойдет он для данного типа пряжи и метража или нет смотрите пожалуйста видео до конца либо время приступать или к вязанию вместе со мной набрала цепочку я из 43 воздушных петель и плюс 2 петельки всегда набираю для удобства вязания и приступаем к вязанию первого ряда набираю 5 петелек подъема 1 2 3 4 5 1 накид на крючок и в шестую петельку цепочки вяжем с вами веерочек провязываем в шестую петельку еще пять столбиков с накидом 1 столбик с одним накидом 2 3 4 5 2 воздушных петельки и приступаю вязать первый раппорт узора вот эти две воздушных петельки они входят в основу узора далее мы пропускаем с вами раз два три 4 5 6 7 петельку цепочки провязываю 2 полустолбика с одним накидом с общим основанием и с общей вершиной 2 воздушных петельки в эту же седьмую петельку цепочки провязываем точно такой же элемент 2 полустолбика с одним накидом с общей вершиной и с общим основанием 2 воздушных петельки пропускаю 1 2 3 4 5 6 7 петельку цепочки вяжем назовем ее вот этот элемент ракушечка провязываем седьмую петельку 5 столбиков с одним накидом 2 воздушных петельки в эту же седьмую петельку цепочки провязываю еще пять столбиков с одним накидом 2 воздушных петельки пропускаю 1 2 3 4 5 6 все седьмую петельку мы вяжем с вами 2 полустолбика с одним накидом с общим основанием и с общей вершиной и этот элемент который мы сейчас вяжем далее вяжем 2 воздушных петельки снова в эту же седьмую петельку провязываем 2 полустолбика с одним накидом с общей вершиной с общим основанием вот этот элемент это начало второго раппорта раппорт у нас состоит в ширину 14 воздушных петелек начало раппорта это первая петелька вот она после вот этого веерочка из шести столбиков с одним накидом первая петелька раппорта 14 петелька это у нас петелька перед вот этим элементом в основу раппорта входит 2 воздушных петельки элемент из четырех полустолбиков с одним накидом между ними было связано 2 воздушных петельки далее 2 воздушных петельки и ракушечка из 10 столбиков с одним накидом тут мы еще провязывали 2 воздушных петельки и 2 воздушных петельки всего задействовано 14 петель 14 петель я надеюсь вот мы с вами разобрали из чего состоит рапорт и у вас не возникнет вопросов чтобы связать данный узор прямыми обратными рядами либо по кругу сейчас мы повторяем рапорт до конца ряда вяжем уже вот этот элемент это у нас начало второго рапорта далее мы провязываем 2 воздушных петельки 1 2 3 4 5 6 петелек пропускаю в седьмую петельку вяжем веерочек он у нас состоит из группы столбиков сначала провязываем 5 столбиков с одним накидом с общей с общим основанием основание это 7 петелька цепочки далее вяжем 2 воздушных петельки и снова же в эту же седьмую петельку цепочки мы провязываем еще 5 столбиков с одним накидом 2 воздушных петельки пропускаем 1 2 3 4 5 6 7 петельку вяжем элемент это начало 3 раппорта состоит он у нас из двух полустолбиков с одним накидом с общей вершины и с общим основанием 2 воздушных петельки в эту же петельку провязываем еще два полустолбика с одним накидом и с общим основанием 2 воздушных петельки и заканчиваем вязать ряд пропускаю 1 2 3 4 5 6 7 петельку провязываем 5 столбиков с одним накидом 1 в эту же петельку в 7 провязываю 2 3 столбик с одним накидом 4 5 далее вяжем одну воздушную петельку и в эту же петельку 7 провязываем 6 по счету столбик с одним накидом все связали мы с вами первый ряд узора у нас с вами связано два полных раппорта будем считать вот эти веерочки один веерок 2 и 2 раппорта слева и это по половинке раппорта здесь вот немножко не хватило для того чтобы было 4 раппорта и таким образом смотрится узор поближе покажу вам это лицевой ряд узора будем вязать поворотными рядами а также можно связать узор по кругу но здесь мы будем с вами вязать жакет застежка на пуговках все нечетные ряды вяжутся по лицевой стороне все четные ряды будем вязать по изнаночной стороне далее я вам буду показывать как вяжется каждый ряд узора по одному раппорту чтобы экономить ваше время для просмотра видео набирают цепочку из пяти воздушных петелек подъема разворачиваю вязание на другую сторону парочку цепочки из одной петельки провязываем 4 столбика с одним накидом 2 воздушных петельки в эту же арочку цепочки провязываем 1 столбик с одним накидом 2 воздушных петельки в эту же арочку цепочку провязываем 1 столбик с одним накидом 2 воздушных петельки в эту же арочку цепочки провязываю еще два полустолбика с одним накидом с общим основанием и с общей вершиной 2 воздушных петельки вот этот элемент то есть две воздушных петельки вот этот элемент далее мы вяжем 2 воздушных петельки парочку цепочки из двух петель и провязываем 4 столбика с одним накидом 1 2 3 4 2 воздушных петельки в эту же арочку провязываем еще 4 столбика с одним накидом 2 воздушных петельки и парочку цепочки из двух петель вяжем 2 полустолбика с одним накидом с общим основанием с общей вершины это начало уже 2 раппорта его вы вяжете вы точно таким же образом и продолжаете вязание до конца ряда то есть начало рапорта вот здесь и заканчивается рапорт вот здесь повторяйте вязание продолжаем вязать 2 воздушных петельки в арочку цепочки из одной петельки провязываем 4 столбика с одним накидом 1 воздушная петелька и заканчиваем ряд одним столбиком с двумя накидами таким образом смотрится узор во втором ряду с изнаночной стороны набираю цепочку из пяти воздушных петелек 1 2 3 4 5 разворачиваю за не на другую сторону парочку цепочки из одной петельки провязываю два столбика с одним накидом провязала и еще 3 с учетом петель подъема у нас связаны с вами 4 столбика с одним накидом 2 воздушных петельки парочку цепочки из двух петелек вяжем 2 полустолбика с одним накидом с общей вершины и с общим основанием 2 воздушных петельки вершину столбика с одним накидом вяжем галочку галочка у нас состоит из одного столбика с одним накидом 2 воздушных петельки и в эту же вершину столбика провязываем еще один по счету второй столбик с 1 накидом 2 воздушных петельки парочку цепочки из двух петель провязываем 2 полустолбика с одним накидом с общим основанием и с общей вершиной значит вот от этого веерочка с двух воздушных петелек у нас начинается рапорт то есть начало рапорта 2 воздушных петельки и продолжаем вязать 2 воздушных петельки парочку цепочки из двух петелек вяжем веерочек состоящий из трех столбиков с одним накидом 2 воздушных петельки в эту же арочку провязываем еще три столбика с одним накидом всего 6 столбиков с одним накидом и заканчиваем вязать рапорт 2 воздушных петельки и сейчас мы провяжем первый элемент 2 рапорта провязываем 2 полустолбика с одним накидом с общим основанием с общей вершиной это начало 2 рапорта и вы его вяжите по принципу вязание 1 рапорта до конца ряда заканчиваем вязать третий ряд 2 воздушных петельки парочку цепочки из одной петельки провязываем три столбика с одним накидом 1 воздушная петелька и заканчиваем ряд столбиком одним с двумя накидами связали три ряда узора это у нас лицевая сторона немножко получается рыхлый образец не совсем нравится я вижу крючком два с половиной скорее всего основную работу жакет буду вязать крючком 225 в процессе вязания образца вы также можете вид менять крючки и смотреть по ходу вязания вот этого контрольного образца каким крючком лучше вязать для того чтобы вам понравился конечный результат работы это можно сделать в процессе вязания образца меняйте крючки и вам поможет этот момент определиться с номером крючка на при вязании контрольного образца узора я делаю смену крючка на номер 225 и буду вязать 4 ряд узора крючком номер 225 набираю цепочку раз два три 4 5 воздушных петелек разворачивай за не на другую сторону парочку цепочки из одной петельки провязываем 2 столбика с одним накидом 2 воздушных петельки парочку цепочки из 2 петель провязываем 2 полустолбика с одним накидом 2 воздушных петельки вершину галочки вяжем 2 столбика с одним накидом 2 воздушные петельки и в эту же парочку цепочки из двух петель провязываем 3 и 4 по счету столбик с одним накидом 2 воздушных петельки парочку цепочки с двух петель провязываем два полустолбика с одним накидом с общим основанием и с общей вершиной 2 воздушных петельки вяжем вершину веерочка 2 столбика с одним накидом 1 2 2 воздушных петельки в эту же вершину веерочка вяжем 3 и 4 столбик с одним накидом 2 воздушных петельки и сейчас мы приступаем к вязанию уже 2 раппорта начала 2 раппорта парочку цепочки из двух петель провязываем 2 полустолбика с одним накидом с общим основанием и с общей вершиной и далее вы вяжете по принципу вязания 1 раппорта вот этот элемент до конца ряда вяжите 2 раппорт заканчиваю вязать 4 ряд 2 воздушных петельки провязала дали вару в арочку цепочки провязываем 2 столбика с одним накидом 1 воздушная петелька и заканчиваем ряд столбиком с двумя накидами все связали 4 ряда узора приступаем к вязанию 5 ряда набираем цепочку из 1 2 3 4 5 5 петелек разворачиваю вязание на другую сторону парочку цепочки из двух петелек провязываю 2 полустолбика с одним накидом с общей вершиной и с общим основанием 2 воздушных петельки вершину веерочка мы вяжем с вами 3 столбика с одним накидом 2 воздушных петельки в эту же вершину веерочка вяжем 4 5 6 столбик с одним накидом 2 воздушных петельки в арочку цепочки из 2 петель и провязываем 2 полустолбика с одним накидом с общей вершиной и с общим основанием 2 воздушных петельки вершину веерочка провязываем 1 столбик с одним накидом 2 воздушных петельки на этом у нас заканчивается первый рапорт начинается он у нас две петельки перед вот этим элементом начала рапорта вот здесь и заканчивается рапорт двумя воздушными петельками далее мы с вами приступаем к вязанию 2 раппорта парочку цепочки из двух петелек провязываем 2 полустолбика с одним накидом и вяжем по принципу вязания 1 раппорта до конца 5 ряда заканчиваем вязать 5 ряд я провязала 2 воздушных петельки и отсчитываем от начала 1 2 3 четвертую петельку подъема провязываем 1 столбик в данном случае здесь вот на схеме указано что вяжется столбик с одним накидом давайте так и свяжем вяжем 6 ряд узора выбираю цепочку из 4 воздушных петелек 1 2 3 4 разворачивай за не на другую сторону парочку цепочки из двух петелек провязываю 2 полустолбика с одним накидом с общим основанием и с общей вершиной 2 воздушных петельки вершину верочка вяжем 4 столбика с одним накидом 1 2 3 4 2 воздушных петельки в эту же вершину верочка вяжем еще 4 столбика с одним накидом 1 2 3 4 2 воздушных петельки парочку цепочки из двух петелек провязываем 2 полустолбика с одним накидом с общим основанием с общей вершиной 2 воздушных петельки и повторяем раппорт вяжем уже второй раппорт парочку цепочки из двух петелек провязываем 2 полустолбика с одним накидом с общим основанием с общей вершиной 2 воздушных петельки вершину верочка вяжем 4 столбика с одним накидом 1 2 3 4 2 воздушных петельки в эту же вершину верочка провязываем еще 4 столбика с одним накидом 2 воздушных петельки парочку цепочки из двух петельки провязываем 2 полустолбика с одним накидом с общим основанием из общей вершины 2 воздушных петельки и приступаем к вязанию следующего раппорта парочку цепочки из двух петелек провязываем 2 полустолбика с одним накидом с общей вершиной с общим основанием 2 воздушных петельки вершину верочка вяжем 4 столбика с одним накидом 2 воздушных петельки в эту же вершину верочка провязываем еще четыре столбика с одним накидом 2 воздушных петельки парочку цепочки из двух петелек провязываем 2 полустолбика с одним накидом с общим основанием из общей вершины заканчиваю вязать ряд 1 воздушная петелька и в третью петельку подъема 1 2 3 провязываем 1 столбик с одним накидом закончили вязать 6 ряд это у нас изнаночная сторона образца таким образом смотрится узор приступаем к вязанию седьмого ряда набираю цепочку из 5 воздушных петель 1 2 3 4 5 разворачиваю вязание на другую сторону провязываем парочку цепочки из двух из одной петельки 2 полустолбика с одним накидом с общим основанием и с общей вершиной сейчас мы начнем с вами вязать первый рапорт начало рапорта 1 2 воздушные петельки парочку веерочка провязываем ракушечку состоящую из группы столбиков вяжем 5 столбиков с одним накидом 2 воздушные петельки и в эту же арочку провязываем еще 5 столбиков с одним накидом всего должно быть связано 10 столбиков с одним накидом 2 воздушных петельки между элементами провязываем 2 полустолбика с одним накидом с общей вершиной с общим основанием 2 воздушных петельки и сюда же провязываем еще два полустолбика с одним накидом с общей вершиной с общим основанием 2 воздушных петельки все закончили вязать первый рапорт начало рапорта от то есть начинается с двух воздушных петелек и заканчивается двумя воздушными петельками далее продолжаем вязать и вяжем второй рапорт парочку веерочек а провязываем 5 столбиков с одним накидом и так далее повторяем принцип вязания 1 рапорта кончим вязать 7 ряд следующим образом после двух воздушных петелек вот в эту арочку провязываем 2 полустолбика с одним накидом с общим основанием с общей вершиной 1 воздушная петелька 2 накида на крючок и отсчитываем 1 2 3 в третью петельку подъема провязываем 1 столбик с двумя накидами все закончили вязать ряд выровняли его по краю давайте посмотрим седьмой ряд это у нас нечетный ряд вяжется по лицевой стороне 8 ряд узора набираем цепочку из 6 воздушных петелек 1 2 3 4 5 6 разворачиваю за не на другую сторону парочку цепочки из 1 воздушной петельки провязываем 2 полустолбика с одним накидом с общей вершиной с общим основанием 2 воздушных петельки парочку цепочки из двух петелек вяжем веерочек провязываем 4 столбика с одним накидом 2 воздушных петельки и в эту же вершину провязываем еще 4 столбика с одним накидом всего должно быть связано восемь столбиков с одним накидом 2 воздушных петельки между элементами провязываем два полустолбика с одним накидом с общим основанием и с общей вершиной 2 воздушных петельки сюда же провязываем еще один столбик с одним накидом 2 воздушных петельки и вяжем 2 полустолбика с одним накидом и с общим основанием 2 воздушных петельки всем приступаем к вязанию следующего раппорта вяжем веерочек из четырех столбиков с одним накидом и так далее повторяем принцип вязания 1 раппорта до конца ряда заканчиваем вязать ряд провязала 2 воздушных петельки далее в арочку цепочки провязываем элемент состоящий из двух полустолбиков с одним накидом с общей вершиной 2 воздушных петельки 2 накида на крючок и вяжу 1 столбик с двумя накидами все закончили вязать восьмой ряд приступаем к вязанию 9 ряда набирают цепочку из 5 воздушных петель 1 2 3 4 5 разворачиваю за не на другую сторону и вершину столбика с двумя накидами провязываем 1 столбик с 1 накидом 2 воздушных петельки в арочку цепочки провязываем 2 полустолбика с одним накидом 2 воздушных петельки вершину веерочка вяжем 3 столбика с одним накидом 2 воздушных петельки и в эту же вершину вяжем 4 5 6 столбик с одним накидом 2 воздушных петельки парочку цепочки из двух петелек провязываем 2 полустолбика с одним накидом с общим основанием с общей вершиной 2 воздушных петельки вершину столбика с одним накидом вяжем галочку галочка это у нас один столбик с одним накидом 2 воздушных петельки и в эту же вершину столбика вяжем второй по счету столбик с 1 накидом 2 воздушных петельки в арочку цепочки из двух петель провязываем 2 полустолбика с 1 накидом с общей вершиной с общим основанием 2 воздушные петельки и продолжаем вязать следующий раппорт 2 по счету повторяя принцип вязания 1 раппорта вершину верочка провязываем 3 столбика с одним накидом и так далее вяжите вот этот элемент далее вот этот это у нас основа 1 раппорта 1 продолжаем вязать до конца ряда заканчиваем вязать ряд парочку цепочки провязываем 2 полустолбика с одним накидом 2 воздушных петельки далее провязываю 1 столбик с одним накидом 1 воздушная петелька 2 накида на крючок и отсчитываем 1 2 3 4 в основании 4 петельки поближе показать вам провязываем 1 столбик с двумя накидами все закончили вязать ряд при этом его выровняли по краю и по высоте таким образом смотрится образец с лицевой стороны 9 рядов узора приступаем к вязанию 10 ряда набираем цепочку из 5 воздушных петелек 1 2 3 4 5 разворачиваем вязание на другую сторону и в первую воздушную петельку провязываем 2 столбика с одним накидом 2 воздушных петельки следующую воздушную петельку провязываем 2 полустолбика с одним накидом с общим основанием из общей вершины 2 воздушных петельки парочку цепочки из двух петель провязываем 2 столбика с одним накидом 2 воздушных петельки в эту же арочку цепочки провязываем по счету 3 и 4 столбик с одним накидом 2 воздушных петельки парочку цепочки из двух петель вяжем 2 полустолбика с одним накидом с общим основанием из общей вершиной 2 воздушных петельки вершину галочки вяжем 2 столбика с одним накидом далее вяжем 2 воздушных петельки и в эту же вершину галочки вяжем 3 и 4 столбик с одним накидом 2 воздушных петельки парочку цепочки из двух петель провязываем 2 полустолбика с одним накидом с общим основанием с общей вершиной 2 воздушные петельки и продолжаем вязать следующий раппорт 2 по счету парочку верочка провязываем 2 столбика с одним накидом 2 воздушных петельки сюда же провязываем третий и четвертый столбик с 1 накидом и повторяем вязание от этого элемента до этого до конца ряда заканчиваем вязать ряд в арочку цепочки из двух петелек провязываем 2 полустолбика с одним накидом с общим основаниями с общей вершины 2 воздушных петельки следующую арочку цепочки вяжем 2 столбика с 1 накидом 1 воздушная петелька и отсчитываем 1 2 3 4 петельки четвертую петельку подъема провязываем 1 столбик с двумя накидами связали 10 рядов узора осталось еще 2 приступаем к вязанию 11 ряда набираю цепочку из 5 воздушных петель 1 2 3 4 5 разворачиваю вязание на другую сторону и парочку цепочки из одной петельки провязываем 3 столбика с одним накидом 1 2 и 3 2 воздушных петельки парочку цепочки из двух петель и провязываем 2 полустолбика с одним накидом 2 воздушных петельки вершину верочка вяжем 1 столбик с одним накидом и повторяем рапорт так 2 воздушных петельки парочку цепочки из двух петель и провязываем 2 полустолбика с одним накидом с общим основанием с общей вершины 2 воздушных петельки вершину веерочка провязываем 3 столбика с одним накидом 2 воздушных петельки в эту же вершину верочка вяжем еще три столбика с одним накидом 4 5 6 по счету 2 воздушных петельки парочку цепочки провязываем 2 полустолбика с одним накидом с общим основанием с общей вершины 2 воздушных петельки вершину верочка провязываем 1 столбик с одним накидом 2 воздушных петельки давайте этот ряд мы с вами свяжем до конца вместе 2 полустолбика с одним накидом с общим основанием с общей вершины 2 воздушных петельки парочку верочка провязываем 3 столбика с одним накидом с общим основанием 2 воздушных петельки в эту же арочку провязываем 4 5 6 столбик с одним накидом 2 воздушных петельки парочку цепочки из двух петель провязываем 2 полустолбика с одним накидом 2 воздушных петельки вершину веерочка провязываем 1 столбик с одним накидом 2 воздушных петельки первую арочку цепочки из 2 воздушных петель и провязываем 2 полустолбика с одним накидом с общим основанием с общей вершины 2 воздушных петельки следующую арочку цепочки провязываем 3 столбика с одним накидом с общим основанием 1 воздушная петелька и в четвертую петельку подъема раз два три 4 вяжу 1 столбик с двумя накидами для вера выравнивание краем по высоте все связали с вами один средов это у нас лицевая сторона узора давайте посмотрим что у нас с вами получилось поближе чтобы вам сравнить и вяжем крайний ряд раппорта это у нас будет двенадцатый ряд раппорт у нас высоту состоит всего лишь даже не всего лишь от из 12 рядов это очень много на мой взгляд далее 13 ряд вяжется по принципу вязания 1 ряда 14 ряд по принципу вязания 2 ряда мы с вами свяжем только 12 рядов 13 4 14 я вязать не буду вяжем крайний ряд раппорта 12 по счету набираем цепочку раз два три 4 5 воздушных петелек разворачивай за не на другую сторону парочку цепочки из одной петель и провязываем 4 столбика с одним накидом 1 2 3 4 2 воздушных петельки следующую арочку цепочки вяжем 2 полустолбика с одним накидом с общим основанием и с общей вершиной 2 воздушных петельки приступаем к вязанию следующего раппорта вот этот элемент пропускаем и начинаем вязать вершину вот этой арочки из одной воздушной петельки провязываем 2 полустолбика с одним накидом с общим основанием и с общей вершины хочу вам показать поближе 2 воздушных петельки вершину верочка вяжем 4 столбика с одним накидом 1 2 3 4 2 воздушных петельки петельки в эту же вершину верочка провязываем еще 4 столбика с одним накидом 2 воздушных петельки парочку провязываем 2 полустолбика с одним накидом 2 воздушных петельки и приступаем к вязанию следующего раппорту в эту арочку провязываем 2 полустолбика с одним накидом с общей вершиной 2 воздушных петельки вершину верочка вяжем 4 столбика с одним накидом 2 воздушных петельки в эту же вершину верочка вяжем еще 4 столбика с одним накидом всего необходимо связать 8 столбиков с одним накидом 2 воздушных петельки следующую арочку из двух петель провязываем 2 полустолбика с одним накидом с общей вершиной и с общим основанием 2 воздушных петельки и необходимо нам и закончить с вами 12 ряд провязываем 2 полустолбика с одним накидом с общим основаниями с общей вершиной в арочку цепочки из двух петель и поближе покажу две воздушных петельки следующую арочку цепочки после 3 столбика с одним накидом предыдущего ряда провязываем 4 столбика с одним накидом 1 2 3 4 1 воздушная петелька и заканчиваем вязать ряд четвертую петельку подъем 1 2 3 4 провязываем 1 столбик но уже с двумя накидами для выравнивания края по высоте все связали мы с вами образец узора далее если у вас пряжа не обработана то есть не в ее не стирали мне пряжа обработанная и уже смотала моточек для удобства вязания так как пряжа немножко шелковистая и распадывается из мотка мне предварительно вот этот образец стирать не надо я буду вязать сразу же жакет для дочурки а вы можете либо обработать пряжу постирать перед началом вязания у меня есть видео урок мастер-класс каким образом я это делаю можете посмотреть для интереса делюсь с вами своим опытом и практическими знаниями полученными в процессе за много лет рукодельного творчества далее если вы не хотите стирать пряжу то в любом случае вяжите образец узором смотрите нравится вам узор связаны из той пряжи которую выбрать вы выбрали или не нравится если не нравится как смотрится узор выберите другую пряжу подходящую для узора и также меня выбирайте правильно размер крючка я буду вязать крючком 225 жакет здесь самое главное удачно подобрать толщину пряжи тип пряжи по составу метражу по толщине нити для того чтобы конечный результат вас порадовал свяжите несколько образцов узора из несколько вариантов и видов пряжи и выберите для себя наиболее оптимально подходящий у меня только сейчас один вид пряжи темно-синего цвета это у нас вижу из этой пряжи так как она у меня есть в наличии в остатках и школьная форма у нас темно-синего цвета должна быть один же детик уже из насилия стал маленький а потом вам его покажу когда будем вязать сейчас необходимо срочно успеть до школы связать 2 жакетик но нам тот размер который она мне сейчас носит 146 152 вверх и будем с вами вязать жакет у меня на канале подготовлю для вас обучающий бесплатный подробный мастер-класс для начинающих рукодельниц будем вязать от начала до конца регланом сверху вниз то есть таким способом для того чтобы потом у вас была возможность довязать рукава вниз и также отрегулировать длину жакета по высоте дети очень быстро растут и если мы будем вязать жакету реглан сверху вниз то у нас есть возможность добавить длину и на рукава и на низ жакетика в процессе эксплуатации жакета в течение всего года данный вариант жакета подойдет не только для детей девочек но еще можно связать девушкам женщинам я скорее всего завяжу себе жакет либо кардиган этим узором из за посмотрю какую пряжу выберу ну давно хотела уже связать какую-нибудь какую-либо вещь данным узором не он очень нравится уже давно к нему присматриваюсь если он вам тоже нравится то присоединяйтесь к вязанию мастер-класс возможно стартует на следующей неделе уже начинаем вязать кто будет вязать со мной напишите пожалуйста в комментариях под этим видео можете поставить плюсик давайте рассмотрим узор поближе это изнаночная сторона узора и вот таким образом смотрится лицевая сторона если образец отпарить он будет смотреться гораздо интереснее и симпатичнее я вязала поворотными рядами прямыми и обратными можно прекрасно вязать данный узор по кругу будет даже смотреться гораздо гораздо интереснее ну так мы вяжем же я буду за жакет то принцип вязания остается прям прямыми обратными рядами рукава будем вязать по кругу то есть в процессе вязания вы научитесь вязать в двух техниках это это узор прямыми обратными рядами и по кругу буду вам показывать подробные обучающие уроки мастер-класс будет состоять из нескольких частей и для данной модели жакета я создам отдельный плейлист для удобства моих зрительниц и подписчиц и буду аккумулировать все видео уроки все части в одном плейлисте ссылочку я буду вам оставлять в каждом мастер-классе чтобы вы не пропустили важную информацию я с вами не прощаюсь увидимся с вами завтра отпуск сожалению у меня закончился и будем продолжать с вами работу я буду работать над развитием канала спасибо что смотрите мои видео до конца и подписывайтесь на мой канал я очень рада каждому новому подписчику новой зрительницы надеюсь на моем канале вам будет интересно всем пока пока до новых встреч с вами была елена ермина я не могу вам попасть на моем канале я буду рада каждому новому подписчику новой зрительницей и до новых встреч с вами была елена 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 в Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...